Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 27 июня, понедельник. Сегодня у нас в основном вдохновляющие или позитивные новости, хотя новости позитивные о войне, это звучит не совсем иногда корректно и правильно, но тем не менее. Вчера мы с вами обсуждали угрозы Путида и Лукашенко о размещении российских ракет «Искандер» на территории Беларуси. И я предположил, что логичным ответом со стороны НАТО было бы развертывание американских ракет, лучше всего крылатых, «Тамагавк» BGM-109G, как это сделал Рейган в начале 80-х годов. Ну и вот сегодня последовало продолжение, вернее, ответ со стороны НАТО на угрозы Путина. Бывший помощник генерального секретаря НАТО Хенри Браус, он был помощником по вопросам планирования оборонной политики, высказал мнение, что в ответ НАТО следовало бы отказаться от трёх «но», правила так называемых «трёх но». О чём идёт речь? В мае 1997 года тогдашний премьер Российской Федерации Евгений Максимович Примаков подписал с тогдашним генеральным секретарём НАТО Солоной фундаментальный документ «Основы взаимоотношений между Россией и НАТО», который к настоящему времени в значительной степени утратил свою актуальность. Но тем не менее, одним из центральных положений этого соглашения было правило «трёх нет», согласно которому НАТО заявило, что у них нет планов, причин и намерений для складирования или развертывания ядерных боезарядов или систем вооружений на территории новых государств НАТО. Это включает не просто территорию, но даже включает склады, то есть складировать тоже нельзя. И вот в связи с угрозой Путина НАТО, я думаю, что это было согласованное высказывание, начали с бывшего, никогда не поздно перейти к нынешнему руководству НАТО. Речь идёт о вполне реальном ответе. То есть НАТО будет приближать, может приблизить свои ядерные силы к границам России и ближе к Москве. Я думаю, это будет серьёзный ответ. Если там ещё есть вменяемые люди в Москве, они могут понять, что речь идёт не просто там о каких-то бомбах Би-61 или ещё что-нибудь, для которых нужен носитель, самолёт, допустим. Это может быть и просто крылатая ракета. Таким образом, НАТО, я считаю, сделала первый шаг в правильном направлении для усмирения кремлёвских безумцев. Страна, которая могла бы разместить эти ракеты в Восточной Европе, она уже имеется. Это Польша. 14 апреля этого года заместитель премьер-министра Польши Кочинский высказал пожелание и даже просьбу усилить развертывание, усилить группировку американских войск на территории Польши и по возможности разместить на территории Польши ядерное оружие. Так что есть и возможность, есть страна, желающая это воплотить в жизнь. Теперь о позитиве. Согласно телекомпании CNN, Соединённые Штаты на этой неделе объявят о поставке, долгожданной поставке в Украину системы противоракетной обороны. Речь идёт о системе НАСАМС. Эта система новая, я бы так сказал, даже новейшая, вместе с модификациями. Она была разработана, изначально разработка велась норвежской компанией Консберг, потом к ней присоединился американский Резион, это один из крупнейших подрядчиков Пентагона, и вместе они вот сделали эту систему. В Соединённых Штатах эта система является одним из элементов противоракетной обороны столицы страны, Вашингтон, округ Колумбия. Более того, то есть сама система, она состоит из нескольких компонентов, это только один из этих компонентов, но самый охраняемый объект на территории США, Белый дом, охраняется исключительно вот этой системой в настоящее время. И особенно подчёркиваю этот факт, потому что он, с моей точки зрения, имеет большое значение, в том плане, что он должен закрыть рты кремлёвским консервам и троллям, которые распускают слухи, дезинформацию о том, что Америка слила Украину, давно уже слила, слитие продолжается ещё с Женевской, если им верить, с Женевской встречи Байдена и Путина, а также о том, что американцы воюют в Украине до последнего украинского солдата, то есть они согласны с поражением Украины и уже готовят там какие-нибудь секретные, закулисные договоры с Путиным. Потому что в стране, в которую ты не веришь, в которую ты слил, ну как ей можно поставлять то самое секретное оружие, то есть самую секретную систему, которая охраняет Белый дом у тебя, президента твоей страны? То есть это просто невозможно. То же самое касается поражения Украины. То есть это наоборот свидетельствует о том, что Соединённые Штаты верят, что Украина может и должна выиграть эту войну, иначе бы они не поставили эту систему, исходя хотя бы из того соображения, что если Украина проигрывает эту войну, то эта система попадает в руки россиян, и тогда, значит, это требует полного демонтажа или переоборудования всей системы противоракетной обороны. вокруг столицы Соединённых Штатов Америки, в частности, насчёт Белого дома. Дальность, эта система, она такая многоплановая, её сердцевиной является ракета «Амрам», которая несколько модификаций, это включает ракеты малой дальности, средней дальности и такой промежуточной, большой дальности. последняя модификация, то есть, их было три уже, модификация этой системы, я не знаю, какая именно будет поставлена в Украину, но последняя модификация включает в себя ракету, которая летит и поражает цели на расстоянии где-то 80 плюс километров. В основном эти системы уже были поставлены в ряд стран, в основном это страны НАТО. Из не НАТО система была экспортирована в Катар, затем в Индонезию и сейчас ведётся ещё переговоры с Индией. Больше ни у кого этих систем нет. Ну, надеемся, надеемся, что это позволит наконец-то создать закрытое или закрыть небо над Украиной, начиная с определённых зон, а потом распространить это на максимально широкое воздушное пространство. И я предполагаю, согласно уже наметившейся тенденции, что эта система не будет сразу поставлена в десятках или в сотнях экземпляров, сначала будет, может быть, одна и две, потому что, как свидетельствует сообщение телекомпании, ну, так это есть на самом деле, персонал вооружённых сил Украины, который будет управлять этой системой, он должен быть хорошо для этого подготовлен. Ну, и сегодня я хотел бы ещё затронуть вообще всё дальнейшее, так сказать, нашу сегодняшнюю беседу. хотел бы посвятить вопросам помощи, которая, как ни крути, она является центральным, и вообще, насколько я понимаю, в интернет-пространстве, в социальных сетях Украины, да, и у меня на канале то же самое. Значит, последние новости. Коротко. Я прочитал в американских средствах массовой информации, поэтому, если будут какие-то несоответствия в географических названиях, прошу прощения. Итак, американцы сообщают о том, что украинские защитники, как они пишут, поразили и уничтожили два крупных склада боеприпасов в Луганской области, в частности, один был в Зимогорье, другой в Волчевске. Особо подчёркивается, что оба склада находятся за пределами 50-километровой зоны от линии фронта. Перед этим было показано командованием вооружённых сил Украины несколько пусков ракет точка У. Но американские эксперты сомневаются, что эти склады были поражены именно этой точкой У, потому что те пуски, которые были показаны незадолго до сообщения о поражении этих складов, там было три пуска. Но учитывая, что точка У – это ещё система советских времён, трудно предполагать такую точность, что из трёх пусков два точно упали в эти склады. Кроме того, сообщается, что последние несколько дней ВСУ расстреливает эти точки У как из автомата, чуть ли не очередями, что, по идее, должно свидетельствовать о том, что они вроде бы уже не нужны. Ну, а когда они могут быть не нужны? Тогда, когда считается, что на подходе или уже есть более современные и эффективные системы оружия. И ещё одна новость о том, что в Харьковской области был нанесён успешный удар по штабу 20-й общевойсковой армии, в результате которого украинские источники сообщают о том, что там погибло, уничтожено 40 человек. Американские источники, я видел в видео в американских социальных сетях сразу после этого поражения, видео снято российскими представителями. Они были явно в шоке. И там показано, значит, ну, помимо того, что здания там разные поражены, там поражены были три громадных грузовика или автомобиля, которые устанавливают понтонные мосты. Затем два, две бронемашины и одна бронированная машина «Тигр». И всё это одним выстрелом, одной ракетой. Причём, судя по характеру поражения, они были нанесены вольфрамовыми шариками, то есть, ракета, которая стреляет, которая стреляет «Хаймарс», если это ракета, то она, может быть, начинена 180 тысячами вольфрамовых шариков, каждая из которых она взрывается над объектом, каждый из этих шариков потом взрывается сам по себе и поражает цель. Так вот, характер вот этих пробоин на машинах свидетельствует о том, что это как раз вот и есть эти вольфрамовые шарики. То есть, американцы считают, что это именно «Хаймарс» нанёс удар по этому штабу и очень успешный. Одна ракета и очень серьёзное поражение. Ну и предполагают, что вот те же самые склады в Волчевске и в Зимогорье тоже были уничтожены «Хаймарсами». Если это так, то это замечательно, с почином, но если и другими системами вооружения были уничтожены склады, то тоже хорошо для вооружённых сил Украины. Теперь, у меня на канале специалисты широчайшего профиля и в медицине, и в вооружениях, и в межгалактическом пространстве, что ни скажи, всегда найдут в интернете что-то, и те покажут. Но, как я замечаю, по характеру общего высказывания, у многих зрителей взгляд на эту помощь, как вот Вторая мировая война. Идут бесконечным потоком кораблей и везут там безумное количество техники и так далее. Вот я бы вам хотел рассказать, как это происходит на самом деле, потому что есть уникальная возможность. Телекомпании, несколько корреспондентов из телекомпании BBC получили доступ к вот этому центральному логистическому пункту, который находится в немецком городе Штутгарт. Это основной логистический центр, через который поступают оружие, боеприпасы в Украину с, ну, скажем так, с конца февраля. Но если, значит, война началась, вторжение началось с 24-го, то буквально через несколько дней он заработал. И он заработал по инициативе правительств Великобритании, военных ведомств и Соединенных Штатов Америки. И я вам расскажу уже об этом, что у Украины боевой запас там был всего-навсего на несколько дней. То есть, чем оборонялась Украина в первой фазе войны, это все шло фактически через вот этот логистический центр в Штутгарте. За это время, как подсчитали офицеры, вот доложили представителям Би-Би-Си, за это время было поставлено боеприпасов и вооружений общим весом 66 тысяч тонн, что эквивалентно пяти тысячам вот тех двухэтажных автобусов, которые бороздят улицы Лондона. Вы их все видели, кто вживую, кто на картинках, кто по телевизору, вот эти громадные, пять тысяч, вы представите, этот поле заставленное этими тысячами. В персонал, то есть, рабочий персонал этого центра входят представители 28 государств, их там несколько десятков. Есть команда и из Украины, представители ВСУ, которых возглавляет генерал-полковник. Фамилия его по понятным причинам не называется. И утро, каждое утро в работе этого центра начинается с того, что генерал-полковник передает потребности вооруженных сил Украины вот на сегодняшний день. Раньше вообще передавали вот на на следующие 48 часов, потому что дальше уже боеприпасов нет. но сейчас дают уже на какой-то более-менее длительный срок, на неделю, а то и на месяц. Британцев, британскую компанию, представители возглавляет генерал, бригадный генерал Кинг американских, адмирал Хайнс. Сначала они поставляли, самое главное было, именно боеприпасы, а сейчас речь идет о в основном тяжелых вооружениях. Что касается нынешней ситуации, значит, ситуация напряженная, но, как говорят и британские представители, и американские, работающие в этом центре, они уверены, что вооружение и боеприпасы для Украины не закончатся, несмотря на те иногда взволнованные эмоциональные заявления, которые идут в основном от политических кругов Украины, потому что в ССУ у этого центра налажено взаимопонимание, налажен рабочий контакт, и там никаких алармистских восклицаний, в общем-то, нет. Что касается последних известий, которые опять-таки в мрачных тонах часто окрашены комментаторами из Украины, политиками, значит, вот что говорит по этому поводу контр-адмирал Хайнс, я бы не сказал, что они, украинцы, проигрывают сейчас, я бы сказал, что они держат себя в руках. Помимо того, что центр поставляет всевозможное вооружение и боеприпасы, надо сказать, что именно этот центр, он смел практически все закрома стран НАТО Восточной Европы, которые когда-то входили в варшавские договоры, в которых были запасы оружия и боеприпасов советского образца, вот они смели все склады, и их там уже практически нет. Они запустили, правда, в одной стране, то ли Болгарии, то ли Румынии, завод, который производит по-прежнему артиллерийские снаряды 152-го калибра советского, значит, советского образца, строится еще один завод, но чем дальше, тем больше совершается переход на вооружение НАТОвского образца. Ну, допустим, снарядов для Гаубиц и для Хаймарс 155-го калибра было поставлено более 300 тысяч, это огромнейшее, огромнейшее количество по НАТОвски, во всяком случае, стандартам. BBC пишет, это очень важно, я вам хочу прямо буквально зачитать два абзаца, чтобы вы понимали настроение там. Штутгарте знает, что ставок не может быть выше, чем они есть сейчас. Адмирал Хайнс называет миссию по обеспечению Украины оружием и боеприпасом самой важной работой, которую выполняло это командование, имеется в виду Eurocom, то есть, Европейское командование Соединенных Штатов, с 1952-го года, когда оно было образовано. то есть, то, что они делают сейчас, это важнее, чем то, что они делали даже в самые напряженные годы Холодной войны. Что говорит генерал Кинг британский? Он называет это моментом истины, или моментом целого поколения. По его словам, либо мы помогаем Украине воевать, либо через несколько лет мы будем воевать еще где-то, еще против кого-то. Но имеется в виду, что Путин на этом не остановится, если Украина проиграет и придется рано или поздно воевать с ним, но уже на других территориях и другими силами. Если мы не сделаем достаточно сейчас, имеется в виду для победы Украины, мы посеем семена для будущего конфликта. Продолжая эту тему помощи, в Соединенных Штатах два конгрессмена, один из республиканской партии, это Адам Кизингер, а другая от демократической партии Криси Хулиган, если так, просто считать по буквам, Криси Хулиган. Оба они пилоты, бывшие пилоты ВВС Соединенных Штатов, Америки, они внесли законопроект о начале профессиональной подготовки, тренинга украинских пилотов для пилотирования самолетов F-15 и F-16. По этому поводу, о начале тренировки, для потом, для того, чтобы потом поставить эти самолеты, здесь проводится очень большая лоббистская кампания, которую подключился даже знаменитый голливудский актер Шон Пен, спасибо ему, он очень активно, живое участие принимается в оказании, в попытках оказания помощи Украины. Здесь вопрос стоит о том, что рано или поздно придется на них переходить, поскольку вся Украина переводится на натовские стандарты, подготовка она займет не менее года, и для этого нужно начинать уже сейчас. С этой целью прибыли два пилота, боевых пилота из Украины, которые знают свое дело, и оказалось, что вот интересно, в ходе их визита получилось, что в различных ведомствах, подразделениях Министерства обороны, вооруженных сил Украины, между различными родами войск нет однозначного понимания, какие приоритеты в поставках вооружения существуют сейчас, потому что вот эти два пилота, они говорят о том, что нам не надо тяжелые дроны, типа Predator и Reaper, потому что россияне укрепили очень хорошо оборону, противовозвучную оборону, и они будут сбиты буквально после второго-третьего вылета, лучше давайте сейчас вот сконцентрировали внимание на ПВО и систем и самолетов F-15 и F-16. Представители специальных сил, с которыми солидарны некоторые бывшие американские спецназовцы, хорошо понимающие, работающие в Украине в качестве частных лиц, но не тренируют. так вот, они говорят, что нам по зарез нужны вот эти тяжелые дроны. Почему? Они нужны для логистики, для доставки того, что нужно. Ну, допустим, вот один из спецназовцев сказал, что если бы у нас были дроны Reaper и Predator, то при помощи их можно было снабжать осажденных бойцов полка Азов в Мариуполе, и они могли бы продержаться больше, и, может быть, и не пришлось бы сдавать его. Вот такие различные точки зрения. Это я к чему говорю, что когда, ну, согласно обывательским высказываниям, почему там нам не поставили тысячи того или тысячи сего, вот один из ответов, да, потому что еще нет единственного мнения даже со стороны украинских профессионалов, я не говорю сейчас о политиках, даже среди военных в Украине нет полного понимания относительно приоритетов. И в этой ситуации, когда нет такого понимания, чтобы не вносить какафонию ненужную суету, которая никогда не способствует делу, лучше всего, когда вот эта работа ведется через того генерал-полковника, фамилию которого мы не знаем, и который работает в вот этом центре в Штутгарте. Вот это будет лучше всего, это будет профессионально и правильно и эффективно. в качестве еще одного примера я вам приведу следующее. Совсем недавно, буквально на днях, в Соединенные Штаты посетил еще небольшая делегация из двух человек, куда входил замминистра обороны Украины и представитель, как я понимаю, генерал-представитель ВСУ. Они лоббировали и доказывали необходимость крупных поставок прежде всего тяжелых вооружений. И вот сейчас я вам расскажу, что они дали интервью, дали интервью журналу, который представляет военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Его читают руководство вот этих подрядчиков Пентагона, которые производят тяжелые вооружения. Замминистра обороны говорит, мы стали крупнейшим потребителем оружия и боеприпасов в мире, и мы надеемся получить поддержку от всей Европы и всего мира. Дальше он говорит, вы должны понимать, это он говорит американцам, что протяженность линий фронта составляет 2500 километров. Это мы уже слышали, это уже такая устоявшаяся цифра. Но протяженность линий фронта, где ведутся активные боевые действия, составляет более тысячи километров. Вот я думаю, что вот на второй цифре и надо остановиться, потому что можно прочертить и объявить линии фронта всю границу вокруг Украины, и где-то оно будет и правильно, но лучше начать с меньше до больше, и более реально, и тогда оно будет как-то так, а потом уже с тысячей перейти уже на две с половиной, будет легче, чем с нуля сразу на две с половиной тысячи. Генерал рассказывает о конкретных потребностях. Слушайте внимательно, это очень интересно. Одна бригада ВСУ контролирует территорию около сорока километров вдоль линии фронта. Сорок километров вдоль линии фронта. А линии фронта будем считать тысячу километров. Это значит, что для прикрытия зоны боевых действий нам необходимо сорок бригад. Каждая бригада это, ну, он там говорит, сколько боевых машин, танков, остановимся на артиллерийских системах. 54 артиллерийские системы в одной бригаде, а бригад сорок. Делаем простое арифметическое действие, и мы получаем, что нужно 2160 артиллерийских орудий. Вот согласно таким подсчетам. Но такого количества орудий его в Соединенных Штатах нет. Скажем, я бы называл эти цифры, М-37 в армии США примерно 550, в корпусе морской пехоты где-то примерно 450, то есть, их вместе вообще в вооруженных силах США менее тысячи. У союзников там, как кот наплакал. поэтому у всех их вместе взятые где-то наполовину меньше, чем вот генерал сказал согласно этим подсчетам. Но дальше генерал говорит следующее. Сегодня у нас очень большие потери тяжелой техники. Примерно 30-40%. Иногда до 50% потерь техники в результате активных боевых действий. Мы потеряли. Я вам сейчас называю эти цифры, потому что они уже в открытом пространстве, их уже читают. Если читают американцы, да не только американцы, каждый может зайти и прочитать это, зная где искать. Так вот, согласно высказываниям генерала, потеряно около 700 артиллерийских систем. Но это катастрофа. Я так полагаю, что он имел в виду те системы еще советского производства, которые были на вооружении ВСУ до начала боевых действий. И теперь он рассказывает, что и сейчас и американские гаубицы, которые были поставлены, несут серьезные потери. В чем они, причина этих потерь. Техника перестает работать не потому, что она отработала свой ресурс, а ресурс М-37 считается 2500 выстрелов, после которого американцы меняют ствол. Она перестает работать из-за постоянных артиллерийских обстрелов, то есть противник стреляет, но это война, естественно, он стреляет. Например, артиллерийская система М-37 очень подтверждена повреждениям от вражеской артиллерии. На каждую батарею М-37 приходится шесть орудий. После каждого артиллерийского контакта нам приходится брать две артиллерийские установки и убирать, уводить в тыл для серьезнейшего ремонта, потому что они оказываются повреждены шрапнелью, осколками. Что мы можем заключить вот из этого высказывания? Ну, понятно, сейчас контрбатарейные, радары есть, да, ты выстрелил, радар противника засек, стреляет в ответ, и для того, чтобы избежать этого удара, ну, где-то, считается, американцы есть пять минут. Выстрелил из гаубицы М-37, пять минут, и тот должен бегом оттуда, на всех парах. Получается, что не успевают. То есть, я вам должен сказать, я посмотрел историю использования М-37 американцами и британцами, они использовались в Ираке во время войны против войск Сайдама Хусейна, в Афганистане, и показали высокую эффективность. Ну, наверное, по ним не велась контрбатарейный огонь с такими системой, которые есть в распоряжении Российской Федерации. Но, повторяю, то есть, согласно американским правилам, пять минут есть, выстрел, надо бежать. Получается, что расчеты, которые сейчас управляют этими гаубицами, они не успевают это сделать. Что это значит? Если повреждается шрапнелью гаубица, то что происходит с расчетом, боевым расчетом этой гаубицы, который должен включать семь человек? Они же сметаются с лица земли, наверное. Если гаубица уже не может использоваться, то как-то в живая сила. Вы понимаете, какие ужасающие потери. Ну и что дальше делать? Ну, допустим, поставят, вот, просили когда-то политики украинские, дайте нам тысячу гаубиц. Ну, дали тысячу гаубиц. Первый боевой контакт, согласно рассказу генерала, из этих тысяч гаубиц 330 улетают. Остается там 670, следующий боевой контакт 225 улетают и так далее. Пять дней и все, тысячи гаубиц нет. Ну, где же их набраться-то? То есть, я вижу это, хотя я не артиллерист, но логика подсказывает. Решение вопроса в следующем. Во-первых, тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Как говорил артиллерист, генерал-лейтенант армии США в отставке Хартлинг. Тут рассказывает, что можно научиться за два дня. За два дня, наверное, можно научиться посылать снаряд в магазин и дернуть, чтобы произвести выстрел, а вот научиться, чтобы после этого в течение пяти минут смотать оттуда удочки, получается? Нет. Не получается. нужна тренировка. Не хватает это, просто личный состав не может сделать. Допускаю, но тогда надо решать другой вопрос, но иначе нерешаемый, понимаете, иначе нет таких мощностей в мире, которые могут произвести достаточное количество артиллерийских орудий для того, чтобы они были в большом количестве, как говорят, не менее, в боевом составе, в составе ВСУ должны быть не менее тысячи, то есть, их надо ежедневно поставлять минимум в несколько сот штук для того, чтобы возместить их убыль в результате шрапнели. Второй вариант, надо подавлять радары противника, и в этом плане уже ведется работа, вот поэтому в этом пакете помощи вместе с системой ПВО, которые будут сейчас объявлены на поставках, там же будут и радары, и в предыдущих пакетах помощи тоже были радары, то есть, прежде чем, то есть, к чему я клоню, прежде чем приступать к массовой поставке оружия, нужно реально разобраться, как говорил адмирал Кирби, что происходит на поле боя, что может противопоставить противник, как эта система ведет себя на поле боя, достаточно ли тренировка, что нужно дополнительно поставить, чтобы она работала эффективно, чтобы люди были живы, и только после этого приступать к массовым поставкам этих вооружений. Что касается технического обслуживания, генерал говорит, что наши ребята творят чудеса, дай бог, слава этим ребятам, украинские люди, они умельцы в техническом плане, но, как опять-таки, ссылаясь на генерала Хертлинга, он говорил, что артиллериста можно научить быстрее, чем технаря, который обслуживает артиллерийскую систему, потому что артиллеристам обучение его интенсивное, можно провести его быстрее, сжав временное обучение, а вот обучение обслуживающего персонала, оно экстенсивное, там надо именно время для приобретения навыков. вот я и имею все это в виду, когда я смотрю, как делают, что делают американцы и натовцы, как они вот запрягают, да, запрягают медленно, но вот такие они уж, им нужно, прежде чем они что-то сделают, они 10 раз отрежут, измерят, прежде чем один раз отрезать. Вот они поставили этих гаумицы, они провели оценку, поставили Си, здесь была масса вопросов, а почему Си, ну вот вам тебе понятно, наверное, почему Си, потому что выводится из строя, выводится из строя, потому что я вам объяснил, потому что враг быстрее реагирует, чем эти гаубицы обслуживающий персонал может убрать. Масса вопросов было, почему американцы поставили без вот этой коробки особо точного наведения, там электронная эта коробка с электронными устройствами, а вот почему, потому что повреждается, шрапнелью оказывается, и что быстрее всего будет повреждено, если шрапнель, значит, наносит, шрапнелью наносится удар по гаубице, конечно, ее электронная коробка, то есть, прежде чем поставлять эти гаубицы в большом аштабе, нужно поставить туда радары, нужно систему РЭП радиоэлектронной борьбы, которая подавит вражеские контр-батарейные радары, все это прокрутить, понять, что мы на правильном пути, а потом можно вести, как говорилось на Беннер, апельсины бочками и эти М3-7-ки кораблями десятками, сотнями штук. Ну, вот на этом я хотел бы информации, у нас еще тьма, сейчас идет G7, но я думаю, что мы вернемся к этим вопросам в следующих видео. Кстати, к тому же, вы знаете уже, что Россия страна банкрот, это было искусственное банкротство, искусственное банкротство, потому что, в принципе, у них были деньги, они готовы были платить, они даже их куда-то перевели, просто американцы хотели сделать Россию банкротом, так не поступай, еще раз, обращаю внимание троллей, для троллей, и тех людей, которые иногда ведутся, ну, по незнанию, непониманию на поводу троллей. Если бы американцы хотели заключить тайное соглашение с Кремлем, вот, страну, с которой хочешь заключить соглашение тайное, его не делаешь, искусственно банкротом, потому что это плевок в лицо, это оскорбление. Второй раз за последние более чем ста лет Россия становится страной банкротом, то есть, это все добавляется в общую репутацию страны, как страны изгоя. Вот поэтому на этом позвольте закончить это видео. Все идет в правильном направлении, ситуация сложная, но, как говорят в Штутгарте, люди, которые хорошо ее знают, не по рассказам, а знают ее профессионально, из правильных источников, от генерала-полковника ВСУ и его команды, ситуация, она не повод для паники, а это ситуация повод для напряженной и эффективной работы, и она проводится сейчас, и самолеты летят, и корабли плывут, 66 тысяч тонн за 5 тысяч двухэтажных автобусов, они уже в пути были, и сейчас такое же количество продолжает находиться в пути. Все будет нормально, но это будет долго, это будет напряженно, но мы все равно победим, потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир, самое главное это мир, это самая мощная военная и экономическая финансовая сила в этом мире. Взяв наиболее квалифицированную армию в Европе сейчас, я имею ввиду украинскую армию, этот союз не имеет права на проигрыш, поэтому, как говорят западные генералы, нужно стратегическое терпение, стратегическая выдержка, и все будет хорошо. На этом позвольте закончить это видео, слава Украине и вооруженным силам, выдержки вам, дорогие друзья, мужества, успехов и удачи, до новых скорых встреч. до новых встреч. Субтитры